Всем привет! С вами Мегаобзор.ком. Кофе в капсулах или молотый? А если в капсулах, то на эспрессо или Дольче Густа. Это два ключевых производителя. А зачем гадать, если есть кофемашина, которая умеет готовить три вида этого кофе? Это Polaris PCM 2020. В продаже этой кофемашины уже стартовали, более подробная информация всегда доступна в текстовом обзоре. В ее комплекте включает ложечку для молотого кофе, уплотнитель, три вида поддонов, различную документацию. Стильно аккуратный внешний вид в сочетании хромированных металлических поверхностей с черным пластиком. Общие габариты и формы компактные. На кухне или в небольшом офисе не отнимает много места. На тыльной стороне расположен съемный резервуар под воду. Объем емкости 0,8 литра. Использование прозрачного пластика позволяет контролировать оставшийся объем. Панели управления включают три механические кнопки. Во включенном состоянии они сопровождаются подсветкой. В центре клавиша включения по краям кнопки для запуска процесса готовки в зависимости от объема напитка. На фронтальной стороне Polaris PCM 2020 съемные поддоны. Данная модель сопровождает сразу тремя такими поддонами. Для капсул Dolce Gusto, для Nespresso и для молотого кофе. Отдельной перенастройки устройства при смене поддона не требуется. Для извлечения поднимаем сверху фиксатор, вставляем, опускаем фиксатор, он фиксирует. Под зоной дозатора съемный поддон для сбора капель. Для того, чтобы чашка не пачкалась, есть отдельная съемная металлическая решетка. Подключается к евроозетке с заявлением. Для начала я предлагаю рассмотреть готовку кофе на примере капсул Dolce Gusto и Nespresso. Каждая из них требует установки соответствующего поддона. Они отличаются габаритами и в целом линейкой предлагаемых вариантов. Мы за время тестирования использовали два вида этого капсульного кофе. После заливки чистой воды в емкость до максимальной отметки устанавливаем капсулу в поддон, закрываем ее крышкой и помещаем в кофе машину. Включаем и ставим чашку. На старт программа воды уходит в среднем 45 минут. В это время кнопки мигают. После прекращения мигания можно выбрать один из объемов напитка. Выключается подача через сопло автоматически. Кофе готов. Дальше по вкусу можно будет добавить молоко или сливки. Для себя можем отметить, что Nespresso крепче, чем Dolce Gusto. Но возможно тут зависит еще и от выбранных этих сортов и видов исполнения. Мы отдельно сравнили вкус и качество готовки со старшими моделями в модельных линейках самих производителей этих капсул. Каких-либо отличий или качества приготовления напитка замечено не было. В этой кофемашине используется итальянская помпа с высоким ресурсом службы. Мощность 1450 Вт. Молотый кофе требует больше времени на подготовку, но и больше маневра для выбора нужной крепости. После того, как он будет размолот, необходимо с помощью комплектной мерной ложки и толкателя утрамбовать в поддоне, устанавливаем в кофемашину. Дальше процесс готовки схож с капсулами, за исключением необходимости последующей уже ручной очистки контейнера, а не простого выбрасывания капсул. Polaris PCM 2020. Это отличная кофемашина, предлагающая хороший выбор по вариантам готовки кофе. Это два вида капсул ключевых, Dolce Gusto и Nespresso, а также молотый кофе. С удовольствием обсудим эту кофемашину с вами. Лайк, подписка приветствуется. Пока-пока.